Всем хай, с вами снова я, Одер, и это игра Last Day in Year Survival или же Последний день на земле. В предыдущих частях мы проходили первый, второй, третий этаж, зачищали и добыли себе 20 красных талонов. Ну, нам нужно 30 красных талонов, чтобы открыть ящик боевой амуниции, и для этого нам остается еще добыть 10 красных талонов, но для этого нам нужно активировать протокол защиты и убить слепого охотника. С него падают стабильные 10 красных талонов, и почему обязательно надо проходить бункер альфа полностью на все ящики за талоны, потому что вдруг там лежит бензобак, вот в чем дело. Если вы чоппер собрали, да, без проблем, просто берете талончики, которые у вас на складе есть, приходите, открываете, собираете лут, уходите. Ну, а если вы чоппер не собрали, то каждый раз проходите бункер альфа полностью на все ящики, и обязательно открывайте ящик за красный талон, и вдруг там бензобак лежит или вилка, что вам не хватает. Так, мы протокол защиты активировали, то есть я уже активировал, и перед тем, как активировать протокол защиты, вам нужно забрать весь лут со второго, третьего, четвертого этажей, потому что бункер альфа будет потолще. Их будет сложнее убивать, и они будут вас кромсать еще похлеще. Теперь, чтобы с минимум затрат на убийство по охотнику, нам нужно, получается, немножко, если вам не хватает, взять снаряги, хила с ящиков, если вам не хватает, которые вы открыли. Это за зеленые и за желтые талоны, как я, например. Открыл, взял с собой броню военную, два Глок-17, одну М-ку, ну и хил, который там был. Теперь мы открываем эту дверь бесшумно, для этого нажимаем действие и присесть. Так, не получилось, то есть рано мы сделали это и правильно. Нажимаем снова действие и присесть. Открыли бесшумно, проходим мимо дальше. Мы их не убиваем, чтобы броню, хил и оружие на них не тратить. Будем экономить как можем. Теперь, у нас тут находятся два персонажа, это ТЗ-шка, ТТ-шка, даже не ТТ-шка, а подрывник в данном случае. Да, некоторые токсичные толстяки меняются на подрывников. Вот такая вот история тут в бункере. Кстати, насчет протокола защиты. Бункер после закрытия вернется в исходное положение. Так что, не думайте, что будет каждый раз трудно вам. И будем использовать скоростейность, поочередно нажимать авто и атаку. Сейчас забираем лут. Тут у нас два зомбака ТЗ-шки. Их мы просто вот так вот скрытно обходим, поднимаемся выше. Там у нас уже трое ТЗ-шек. Их мы будем... Всё, мы их уже убили с пистолета. И нам остается самое маленькое действие, которое нам нужно сделать. Это убить слепого охотника. Зачем мы сюда и пришли. Дальше мы откроем ящик за красные тулоны. И уже после этого будем шоковать. Для этого активирую терминальчик, который нам откроет доступ к нему. И после этого уже, не знаю, можно в принципе на бинты прийти. А можно пока-нибудь дотратить вяленое мясо. Так, он сразу идёт на нас атаковать. Но ничего страшного. Мы это всё вытерпим. Он делает пять ударов. И потом после этого наносит скрытую атаку. Мы в этот момент отходим как можно дальше. Но не как можно дальше. Так, чтобы он с атаками вытерпел. Так, не даём ему нас сломать. Сейчас у нас отъедет блок 17. Мы его чуть-чуть немножко поломаем. Ставим на авто. Берём это. Всё. Так, ждём, когда он второй раз пойдёт. Отходим. Вот такая вот подлянка случилась. Что-то у нас не вовремя кончилось оружие. Так, в этот момент он филяется. Мы активируем сирену. Он от шума сирены перестаёт филяться. Раздражается. Так. Смотрим аккуратно за количеством жизни. Отходим в сторонку. И зажимаем. Так, по достижении скокового хп. Он будет ещё филяться. Когда 400 вроде бы будет, он упадёт филяться. Так что сейчас мы этот момент таки сделаем. А, нет. Так, не даём ударить. Всё, шикарно. После этого он упадёт филяться. Всё. Зажимаем, и я ручку сразу поминяем. Так, ручка сломалась. Не даём ему филяться. Берём блок 17, который у нас остался. И в итоге, в конце мы уже подведём итоги. Сколько оружия потратили на весь бункер. На все красные талоны, чтобы открыть ящик. Так. И скоростей. Ой. Момент профука, когда у него броня восстановилась. Просто когда он оглушён, у него броня проседает. И урон наносится чуть больше. Атака у него броня жирная. Наш блок 17, который расспорил наносится. По целых сколько? По целых 7 единиц урона. Из 20. Так. Аптечки против него вообще крутая вещь. Если у вас ещё особенно есть наук здоровяя. Последний выстрел. Всё, мы убили его. Шикарно. Подняли уровень. С него вроде бы 1000 упало. Забираем наши талончики. Идём. Сразу активируем наш ящичек. И посмотрим, что нам там выпадет. И кто досмотрел до этого момента, напишите в комментариях вилка. Вилка, потому что она нам выпала. Бензобак ещё не выпал, да? Вот вилка нам выпала в этом ящике за жёлтые талоны. Наоборот, выживание, если я не ошибаюсь, срывайву выживание. Ладно, промолчу уже. Открываем ящик боевой амуниции и смотрим, что нам падает. Ровно 30-очка. Нам это было и нужно. А вот эти вот ресурсы, это личные вещи, блокноты и жетоны. Можно будет обменять у инженера. Так. И нам вторая вилка падает. Эх. Вот, кстати, насчёт спирта. Я в первой части прохождения говорил вам, но, увы, у меня проблемы со звуком были. То есть, с микрофоном. Я говорю насчёт медицинского стола. Стол медика. Почему я его не буду крафтить и не планирую и не советую вообще? Потому что, если вы будете регулярно проходить бункер Альфа, то вы спирт будете добывать не только с этажей, но и с самих ящиков. Спирт вам в дальнейшем понадобится для чего? Вы пока сможете аптечку скрафтить, благодаря спирту. Но не знаю, стоит её крафтить или нет. Потом вы сможете скрафтить себе какие-нибудь взрывоопасные вещества. Например, вот оно. 5 спирта требует. Дальше в мини, может быть, нет. Короче, всё. Взрывоопасное вещество. Дальше я не знаю, не хочу лазить нигде. Думаю, вам уже будет дальше понятно. И теперь давайте немножко скинем ресурсы свои оставшиеся нашему инженеру. Вот тут вы активируете протокол защиты. Печально то, что я не с этого начал. Поделились. И, глядишь, скоро наша первая дискетка будет у нас в кармане. И если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если вам видео не понравилось, ставьте дизлайк. С вами был я, Огер. И мы в итоге потратили сет брони. Какой? Сейчас скажу. Рабочий сет брони. Немножко ресурсов, чтобы апгрейдить её в усиленную. Потом потратили 2 Глок-17. 1 Разрушитель. 1 Кувалду. Полудорожный. Четверть дорожного знака. 4 Лука. В итоге мы вытащили. Получается, что обратно отыграли рабочий сет брони. В принципе, гвозди отыграли для апгрейда. Тут мы вытащили М16. Тут вытащили 2 Глок-17. Стоять. Глок-17. А, да. 2 Глок-17 было тут. И армейская броня. В итоге мы взяли потом армейскую броню. Эту оружку. И потратили немножко на слепыша. И в итоге получаем 1, 2, 3, 4. 4 огня с тела. Причём 2 из них автомата и 2 Глок-17 вилку получаем. Есть шанс, что выпадет когда-нибудь бензобак. Также получаем маску противогаз. И 2 сета брони. Один спецвойск, другой военный. Очень даже неплохо. В принципе, мы теперь можем, например, взять эту броню. Брать, зачищать красные локации в ней. Очень, в принципе, будет неплохо в сочетании с битой вообще. Мне кажется, шикарно. Потом, по достижению полоски прочности, мы будем её апгрейдить в рейдерскую. В рейдерской мы будем зачищать первый и второй этаж. А в этих остатках брони... А в этих остатках брони мы будем зачищать уже третий этаж. И после этого мы будем в жуткой... В плюсе, я так считаю. Ну, а своё мнение вы выставляйте в комментариях. Итак, дорогие друзья, я забыл вам показать то, что хотел ещё с собой забрать. Я забираю в итоге этот сет брони, который я не добил. Потом забираю броню, которая рабочая. Зелёного ящика броню, которая красного. Два сета, это военный спецвойск. Забираю, естественно, сразу батарейки и дорогие часы. Дорогие часы я первыми вставляю в стол для переработки. Там процент я повышаю электроники. Может, даже медный слидок падает. После них я буду кидать батарейки. И там уже шанс медного слидка больше. И, глядишь, уже будут пластины. Но хотя мне зачем. Разве только для апгрейда оружия. Но тоже сомнительный такой вариант. В итоге остаётся только медные слидки копить. И забираю оружие, которое именно огнестрело. Холодное оружие я вовсе не трогаю. Так, забираю, естественно, талончики. Я их буду копить. И когда в следующий раз буду в бункер альфа суваться, я буду сразу брать, активировать два первых ящика и всё. Мы будем с каждым разом просто тупо экономить. Насчёт, кстати, алюминиевой проволоки и самого алюминия. Как видите, неплохо падает, в принципе, в ящиках за талоны. Также гвозди неплохо. Вы, короче, окупаетесь в любом случае. Вы... Не надо спрашивать, где брать алюминий. Алюминий можно получить в бункере альфа. Он падает неплохо. Если вам он понадобится, идите в бункер альфа зачищайте. Тут вы за один заход спокойно стак точно выцепите. Даже просто открыв ящики за красный... За красный талон и там где-то, не знаю, 15 алюминиевой проволоки приблизительно выпадет. Спасибо за внимание. Всем бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok